по поводу исламских студентов современных а также некоторых людей требующих знания которые не хотят говорить на политические темы и когда им задаешь вопрос относительно политики они говорят мы политика не занимаемся прошу нас об этом не спрашивайте прошу нас в это не вмешивать это очень важная тема я прошу вас чтобы вы досмотрели до конца даже если вам особо не интересно где-то на фоне чтобы вы это послушали это очень важно я вас очень благодарю за это и также благодарю за вашу терпеливость прошу также поддержать этот канал подпиской вы очень сильно мне поможете если подпишитесь на этот канал прямо сейчас не откладывая и поставить лайк чтобы вывести это видео в том и так некоторые студенты некоторые люди требующие знания не хотят говорить о политике они идут учиться в медину алясхар другие исламские университеты я говорю подчеркиваю некоторые не все а именно некоторые учатся там три года пять лет шесть лет семь лет девять лет и не хотят говорить о политике их спрашиваешь могут ли сегодня пойти допустим те или иные люди служить в полицию в чечне в ангушетии открыто ты их спрашиваешь они говорят нет меня это не касается я не хочу об этом говорить с каких это пор исламе политика отделена от религии объясните мне этот момент почему я человек который не имеет религиозного образования который где-то там на уровне знаний является как бы это остро не звучало джахелем потому что ну нет у меня этих знаний почему я элементарные эти моменты понимаю зачем учиться три года десять лет пять лет шесть лет если человек не собирается говорить о насущих проблемах зачем он там учится чтобы рассказывать людям как делать омовение как держать пост машаала это очень хорошая хорошо мы все должны об этом знать и у многих из нас включая меня самого в этих знаниях есть пробелы но есть сегодня основная тема это политика если мы не поправим свое политическое состояние хотя бы на том же северном кавказе то остальное поправлять нам будет сложно нам нужно менять к примеру систему на кавказе государственное устройство нам нужно менять с российского на наше и как мы должны это делать если у нас не формируется политическая мысль а кто должен заниматься формированием этой политической мысли нашей мусульманской это наши люди которые имеют знания знания в исламе но они говорят мы не хотим некоторые не все они говорят мы не хотим мы не говорим мы не вмешиваемся в политику как это так чему вас обучают там в этих университетах я удивляюсь пророк мухаммад салаллаху занимался политикой его сахабы ради аллаху ангума занимались политиками почему вы не хотите этой политикой заниматься зачем вы там учились зачем вы столько времени потратили что должны делать мы ведь исламе говорится как должно быть устроено государство как как что такое агут что такое что запрещено что разрешено как должны выглядеть внешние экономические связи внутренние экономические процессы с кем можно завера заключать союзы с кем нельзя какие условия у этих союзов все это обучается исламом все это является частью ислама это не может быть отделено от религии но эти люди говорят мы политикой не занимаемся нам политика не интересно а чем вы тогда занимаетесь некоторые вообще пять шесть десять лет учатся и вообще нигде не слышно не видно они где-то попрятались максимум где они распространяют свои знания это 30 40 человек из их окружения это не постоянно зачем тратить столько времени лучше не знаю выучиться на инженера на биолога на химика больше польза принесут обществу это как это знаете вот столько времени потратить пять десять лет на обучение и не не распространять эти знания прятать их в себе это все равно чтобы быть ослом который нагружен вот этими книгами как осел нагружены книгами абсолютно бессмысленно у него есть знания но он эти знания никак не использует я подчеркиваю это некоторые это не все у нас есть сегодня братья которые говорят о политике я говорю о большинстве которые не говорят я удивлен когда их спрашиваешь про конкретные вещи они не хотят отвечать как тогда мы должны понимать эти процессы почему я обычный блогер не имеющий вот этих знаний религиозных знаний должен об этих вещах говорить почему я должен это разъяснять он адам шахидов наговорил глупости про союз кадыровцев с россией то есть он вводит сознательно людей в заблуждение почему нет сегодня вот этих студентов которые бы это разъяснили есть наверняка алима и они будут это разъяснять но почему студенты и другие требующие знания в массово не не разъясняют почему я должен был записать отдельный ролик со своими маленькими скудными знаниями чтобы разъяснить людям ложь адама шахидова чтобы разъяснить им что союз мусульман и не мусульман о котором говорил пророк мухаммад салла улей сон который должен был должен будет состояться в конце времен перед судным днем и понимание и отношения кадыровцев с россией это два разных момента кадыровцы являются подданными и рабами россии а союз заключаются между равными это два разных момента почему я должен это объяснять почему я должен говорить что идти воевать за украину это храм почему я должен говорить что вступать в российскую полицию росгвардию фсб стать российским депутатом стать российским судьей прокурором что это является запрещенным в исламе почему я это должен объяснять почему я блогер обычный блогер которого вы все потом упрекаете мол не занимайся религией не говори на религиозной темы у тебя нет зданий ты джах или так далее почему я должен это объяснять вот скажите мне пожалуйста дорогие вы мы вы мои зачем ваши знания по 5 6 лет 3 4 года 10 лет которые вы тратите подчеркиваю еще раз некоторые не все зачем они нужны почему вы их направляете в совершенно ненужное русло либо вообще скрываете в себе вы люди которые до которых дошла истина и после того как вам открылась эта истина вы ее скрываете по различным причинам кто-то из-за страха кто-то по каким-то другим поводом потом не удивляйтесь что мы обычные блогеры вынуждены говорить на эти темы сколько тем сегодня нужно обсуждать и говорить открыто вы этого не делаете вы говорите на какую-то маленькую на маленькое количество людей в своем окружении это если говорите на 5 на 10 на 20 на 30 человек а учились вы 5 6 лет 3 года 4 года 10 лет кто-то учился как по мне это потраченное в пустую время и как бы красивы ваши бороды не были и как бы не был красив этот нур который сияет на ваших лицах если вы не используете данные данные знания по назначению если вы их скрываете то грош цена тому времени которые вы потратили обучаясь там грош цена вы не должны обижаться на то что я сейчас говорю вы наверняка начнете говорить мол ислам начал оскорблять студентов он студентов не уважает студенты должны сегодня говорить почему это должен делать я не имеющий знаний как только я начинаю с кем-то дискутировать на религиозную тему меня сразу сажают на свое место и говорят у тебя нет знаний так у вас же они есть так давайте объясните нам политические моменты давайте формировать политическую элиту расскажите нам как должно быть устроено государство какие требования к правителю какие как мусульмане должен выстраивать отношения с другими мусульманами с не мусульманами объясните нам максимум что нам говорят вот этот кафир тот кафир все это с этим нельзя говорить с этим вообще нельзя общаться и некоторые это понимают совершенно по-другому кто-то начинает убивать всех подряд всех не мусульман кто-то вообще идет в какие-то тоже другие крайности и начинает дозволять себе воровство у мусульман у не мусульман имеется ввиду говоря мол они кафиры они неверные там можно все сделать вина чья вина ваша потому что вы эти моменты не объясняете сегодня нам нужно говорить о не только о духовной составляющей но и о политической составляющей другой крайностью является то когда мусульмане говорят только о политической составляющей и оставляют духовную составляющую на личное так сказать усмотрение и совесть где каждого отдельно взятого мусульманина это тоже неправильно это тоже неправильно я считаю что с двух сторон точнее даже не столько с двух сторон это единое целое которое невозможно разорвать это не отделяется друг от друга нужно в совокупности так как делал это пророк мухаммад салаллаху алейкум салам он занимался политикой его асхабы занимались политикой а сегодня мы говорим нет мы политикой не занимаемся как-то так я надеюсь из этого будет польза подписывайтесь на этот канал я вас прошу подписаться поддержать меня моим деятельность своей подпиской поставьте лайк этому видео это тоже подписка поддержка помогите вывести это видео в топ распространить его если у вас есть какой-то youtube канал даже если у вас там нет подписчиков хоть один подписчик выставите ссылку на этот ролик у себя в сообществе с призывом распространить если у вас есть facebook и так далее то там тоже если у вас есть телеграм там также распространите этот ролик вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуха а